Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed She was looking kind of dumb with her finger and her thumb And the shape of an L on her forehead Привет! Что делаешь? Вот смотрю выступление группы Луна на летнем фестивале парк-рока Неплохо было бы попасть к ним еще раз на концерт Так я только что с него А почему ты меня не позвала с собой? Ну, понимаешь, ты был очень занят, было много работы Я не хотела тебя отвлекать Ради такого концерта я бы все свои дела отложил Луна – российская рок-группа Название образовано от псевдонима вокалистки Лу Впервые на сцену музыканты этого коллектива вышли в мае 2009-го в одном из московских клубов И сразу обрели множество поклонников С того дня Луна превратилась в одну из самых успешных и заметных групп Среди отечественных альтернативных коллективов И приобрела высокий статус в музыкальной среде Сегодня Луна выступает на больших площадках в качестве хедлайнеров В творчестве коллектива ставка сделана на мощную звуковую составляющую В сочетании с интеллектуальным содержанием текстов Мы хотим, чтобы наша музыка не только заряжала слушателей энергетикой, но и заставляла думать Музыканты Луна о своем творчестве Ну раз ты меня не позвала, тогда рассказывай все в подробности Как, что было? Ну, сначала мы приехали в ДК «Молодежный» Зрители в зал еще не пускали, но нас, как телевизионщиков, пустили На сцене, кстати, репетировали Ну, не репетировали, а настраивались музыканты Вот, потом мы проникли в гримерку, а потом был концерт Группа Луна приехала к нам в Пензу с презентацией своего нового альбома «Мы – это Луна», который посвящен поклонникам коллектива Главная особенность этой пластинки – она создана при участии фанатов группы Поклонники приняли непосредственное участие в записи альбома И хором спели партии бэк-вокала для некоторых песен Песня в альбоме, как бы за главной песней «Мы – это Луна» Она, собственно, посвящена нашему, такому нашей большой семье Которая, в принципе, всего, что за пять лет добилась Добивается силами своими и своих слушателей Луна — это любовь, Луна — это процесс Это наша судьба, это наш манифест Это наш манифест Только на песню побед Пусть положила свет Уредили борода Наша коммуна Все те, кто с нами горел Пустого круга моя Напоминает всегда В этом ура В новый альбом вошли самые разные по жанру песни Это и остросоциальные жесткие боевики, и глубоко личностные спокойные треки, и мотивирующий стадионный рок, и быстрый бесшабашный панк-рок Подожди, подожди, подожди А где какие-нибудь подробности, детали, эксклюзивное интервью? Ты хотя бы какой-нибудь подарочек сделала? Цветы какие-нибудь? Какие она цветы, кстати, любит? Вообще никаких Все, конечно, мило, приятно, здорово, но все-таки ощущение Софии Ротар у нее отпускает Цветы я люблю, когда они растут там в огороде, не знаю, в горшочках на окне А вот мертвый веник, который представляет из себя пять трупов, мягко говоря, живого растения Какого-то некогда растения, ну и очень впечатляющий как бы подарок У меня дома нет цветов, потому что меня дома не бывает Бессмысленно, у меня умирают даже кактусы А я думал, что цветы приятно получать всем женщинам Возможно, она любит какие-нибудь другие подарки А подарки, для нас самый главный подарок Это то, что люди приходят на концерт И вот их самоотдача, как бы, и вот энергообмен с группой В общем, пролетел ты с подарком Ладно, бывает А что-нибудь о выступлении на летнем фестивале Парк-рок она говорила? А, да, и даже попросилась на следующий О, отличный фестиваль, и у меня встречный вопрос позовет нас на следующий Парк-рок, а? Да Кстати, у Лу из группы Луна есть же еще одна группа, в которой она выступает, трактор боулинг Ты не узнал у нее, если бы перед ней стал выбор, в какой группе она хочет дальше выступать, какую бы она выбрала? Конечно, обижаешь Ну, я думаю, выбор зависит вообще в жизни исключительно от человека И я думаю, что так как пока что мне не пришлось выбирать все в моих руках, я постараюсь сделать так, чтобы мне не пришлось выбирать Потому что, когда мы с Витом собрали группу Луна, мы делали это для того, чтобы делать другую музыку совершенно Потому что нам было мало того, что давал нам формат трактор боулинг, и было мало той активности, которую мы имели в трактор боулинг Туровую, творческую, и мы собрали еще и Луну И как бы все получилось так, как мы, в принципе, и мечтали в этой группе Мы нашли людей, которые идеологически близки нам И с которыми мы можем как бы писать такие песни и говорить о таких вещах, о которых мы, например, в тракторе не могли бы говорить Потому что это было бы несправедливо по отношению к другим участникам А какие-нибудь флешмобы были на концерте? Нет, но Лу постарался развлечь публику Вот открой вот этот файл Давай посмотрим Все, 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 садимся Садимся, 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 друзья Волосы Сидим, сидим, сидим Сидим, сидим Сидим, друзья Готовимся, готовимся Субтитры делал DimaTorzok Отличный концерт. Очень жалко, что я туда не попал. Я думаю, следующий будет еще круче. Так что ты не заработайся. Постараюсь. А ты старайся держать меня в курсе интересных музыкальных событий. Окей. На окраине Пензы расположился ресторан «Фрау Гросс». И так получилось, когда мы сюда приехали, здесь играет питерская группа «Биллис Бэнд». История этой группы берет начало в 1999 году, когда пока еще будущий вокалист группы «Биллис Бэнд» Билли Новик работал в некоммерческом питерском клубе, где и собрал первый музыкальный коллектив под названием «Биллис Диллис Бэнд». Состав группы менялся, то увеличиваясь, то уменьшаясь. В конце концов осталось 4 человека. Вскоре музыканты приняли решение сменить название коллектива из легкомысленного «Биллис Диллис Бэнд» в лаконичный «Биллис Бэнд». Ребята играют блюз, свинг, джаз, рок. Сами они определяют свой стиль, как романтический алка-джаз. «Биллис Бэнд» за короткое время покорил Россию, а также и многие другие сцены за пределами страны. Если есть места, которые созданы специально для концертов, то, конечно же, нам комфортнее выступать в концертном зале при прочих равных условиях. Но в случае Пензы концертная площадка не обсуждается. Где есть работа, там и отлично. А это, кстати, сам Билли Новик, один из основателей группы «Биллис Бэнд», автор музыки и текстов большинства песен. Сам музыкант признается, что его собственный стиль формировался во многом под влиянием творчества Тома Уэйтса. Для этого американского певца и актера характерны смешения разных музыкальных направлений. Смесь речитатива и пения, а его своеобразный голос с хрипотцой ни с чьим другим не спутаешь. Таких, как мы, у него много, а таких, как он у нас, он один. Субтитры создавал DimaTorzok Неотъемлемый атрибут солиста Биллис Бэнд – это шляпа. Она обязательно должна быть с узкими полями и с заломом, в стиле «свиной пирог», как называют американцы. Наверное, вы нигде не найдете ни фото, ни видео, где Билли был бы без шляпы. А если такие секретные материалы все-таки и обнаружатся, то вокалиста Биллис Бэнд вы узнаете с великим трудом. Ваш постоянный атрибут – это шляпа. Что будет, если вы ее забудете? Придется теребить местную базу людей, которые в некотором смысле имеют отношение к романтическому алкаджазу. И, как правило, в арсенале бывалых сектантов обычно найдется одна-две шляпы на выбор. Сначала в бездну спалился стул, потом упала кровать, потом мой стол, я легко столкнулся сам и стану скрывать. Потом учебник, родная речь, фото, где вся семья, потом четыре стены и печь, остались пальтох и я, я. Не так давно группа Биллис Бэнд выпустила новый альбом, который называется «Когда был один». Нам удалось расспросить Билли об этой работе и даже послушать несколько песен. Альбом «Когда был один» был задуман как оптимистический альбом с таким здоровым сарказмом и иронией на тему того, что все самое страшное теперь уже позади. Но, тем не менее, в него все-таки вкрапилось две минорные песни. Но отчасти одна из них обусловлена стихами, которые были написаны Иосифом Бродским, Нобелевским лауреатом. И стихи были грустные, и песня получилась минорная. Это как оправдание. А остальные песни, в общем, в целом, они оптимистические и написаны в мажорном ключе. Билли с Бен – бесспорно лучшая группа на российской сцене, которая играет в стиле романтический алкоджаз. Впрочем, как сказал без лишней скромности Билли Новик… В этом узком жанре никто поляну не сечет лучше, чем мы. Кто может помочь, если они сами только хуже знают все, чем мы, вот в этом секторе. В секторе романтического алкоджаза нет людей, которые могли бы нас переплюнуть и чему-то научить. Пока только мы можем кого-то чему-то научить. Это печально. Я бы тоже хотел работать с более сильными партнерами, но где они? Может быть, есть в пенсии? Спросите у своих. Счастье есть! Счастье есть! Счастье есть! Счастье есть! Не родись богатым, говорил отец, Кому-то ананасы, кому-то холодец. Не родись красивой, говорила мать, Жизнь несправедлива, надо же понимать. Но счастье есть, счастье есть, Счастье есть, я беру, надо только ждать. Субтитры создавал DimaTorzok